Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Путинский режим начинает ассоциироваться исключительно как уголовно-мафиозный. Беллингкетт сообщил, что намерен опубликовать расследование, касающееся отравлений ряда российских общественно значимых лиц. Называются фамилии Быкова, Карамурзы, Верзилова, каждый из которых в своей биографии имел случаи с чем-то схожим со случаем с Навальным. Цель вполне очевидна. Путинский режим должен ассоциироваться в международном плане исключительно как уголовно-мафиозный режим, что, в общем-то, сомнений и не вызывает. А любые контакты с ним, даже официальные или сугубо ритуальные, будут избыточно токсичными для любого западного политика. Практика политических убийств, включая и собственных сограждан, конечно, не российское изобретение. Но здесь начинает действовать тот же принцип, что и в случае с допинговым скандалом. Колются все, а попадаются российские спортсмены. Соответственно, санкции и острокизм. И никакие рассказы про норвежских лыжников-остматиков никому, кроме зрителей пропагандистских федеральных каналов, самой России не интересны. В этом смысле задача по созданию плотной токсичной завесы вокруг путинского режима вполне решаема. Одно, два, пять расследований можно будет вводить санкции, касающиеся контактов на любом официальном уровне. В том числе в бизнес-уровне, кстати. Астрокизм имеет под собой вполне очевидную подоплеку. Российскую знать попросту подталкивают к процедуре снятия нынешних управляющих российских «Мафиастейт». Впрочем, это совершенно не означает, что потом все по волшебству изменится и российским политикам снова откроют двери. Это право придется заслуживать деятельным раскаянием и покаянием. В новейшей истории подобная процедура уже имела место. Деноцификация в Германии. Она, безусловно, носила выборочный характер. Победители сами определяли, кого считать нацистом, а кого искренне заблуждавшимся. Но то, что Германия до сих пор несет на себе клеймо прокаженной и до сих пор несет ответственность за нацизм, который вышел с ее земли, это факт. Это, в свою очередь, позволяет бывшим победителям более уверенно управлять германской элитой. Не в лоб, а более изощренно. С Россией будут поступать примерно так же. Российскую знать и российский народ обяжут внести коллективную ответственность за криминальный режим Путина. И подобного рода расследования вроде Беллингкатовского – это подготовленная процедура. То, что режим Путина криминален, то, что он по-бандитски расправляется со своими противниками, или кого он сочтет противником, в общем-то, сомнений не вызывает. Не удивлюсь, если всплывут и другие сюжеты. Благо, за время правления Путина их хоть отбавляй. От взрывов домов и странных антитеррористических операций с огромным количеством неосвещенных вопросов до серийных политических убийств и покушений. Плохо другое. Функцию суда над режимом должны брать здешние российские структуры. И ни при каких обстоятельствах не передавать это право за рубеж. Но в том и проблема, что внутри страны этот режим пока судить и приговаривать некому. А потому вердикт будут выносить иностранцы. И именно они закрепят этот вердикт на достаточно длительный период. И всем тем, кто будет после Путина, придётся с этим вердиктом считаться. Так как с ним вынуждены считаться немцы и японцы. Хотя уже никого, кто мог бы понести ответственность за действия тогдашних режимов Германии и Японии нет просто за давностью лет. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать своё мнение в комментариях.